Человек в первую очередь должен качественно и грамотно относиться к своему делу, значит, и думать он должен всегда. В первую очередь думать, потому что бездомный специалист, я считаю, что это уже не специалист. На завод я пришел на практику в 1996 году, будучи студентом ПТУ номер 94, значит, находящийся здесь же, на улице Долгобродской, пришел я на производственную практику, именно в этот кабинет. Почему я пришел на Минский тракторный завод? Дело в том, что Минский тракторный завод — это не просто, как многие считают, название предприятия. Для нашей семьи это гораздо больше. Студентам в свое время приходил работать мой отец и на пенсию он ушел тоже с этого же цеха. Не просто с этого завода, а с этого же цеха. Значит, здесь также отца родной брат работал также водителем в этом же цеху. Значит, да и родился я на день водителя 26 октября. Значит, были даже вот коллеги отца, которые вот вместе с ним работали на тот момент. Даже определенные вопросы, когда возникали в качестве ремонта, там прочее. Приходилось даже слышать, знали, что такой злой будешь. Ну и не злой, но, скажем так, требовательным. Значит, мы к тебе не приезжали в роддом забирать. Но, что в ответ я всегда отвечал, значит, я вас никогда не просил на такси, приехал бы. Смысл в том, что это непосредственно вот эти вот вопросы как бы. Поэтому куда-то в другое место было идти, я бы сказал, навряд ли бы получилось. Будучи молодым специалистом, ну, конечно же, был, как и любой молодой человек, более амбициозен. Хотелось там что-то куда-то перейти, значит, бросить там, допустим, уйти, может быть, работать в гаражи, как многие говорят, уйти что-то свое открыть. Но понимаете, такое предприятие, как Минский тракторный завод, оно в первую очередь позволяет саморазвиваться на самом деле. Почему? Потому что ни у кого участника там прочих всех моментов, которые мои коллеги, допустим, работают, там не предоставят таких условий. Здесь, если автомобиль сложный, сложный в плане того, что он к тебе не попадал, к примеру, в ремонт, тут немножко больше времени могут предоставить для определения неисправности. Значит, никто тебя за это гонять и ругать не собирается. Смысл в том, чтобы ты сам дошел до вот этой проблемы, чтобы ты понял. Постоянно необходимо заниматься самоподготовкой, в зависимости от того, какой производитель использует электросхему, какие новшества он там начинает применять, соответственно, также должны готовиться и мы. Ежедневно, можно сказать, ежедневно под каждый тип автомобиля это идет подготовка, непосредственно перед ремонтом транспортного средства для того, чтобы мы могли профессионально и качественно обеспечить его. Вот это я считаю, что основная сложность. Ну и, конечно же, это временами головная боль от мыслей, как бы от работы, можно сказать. Я сегодня говорил, что временами может быть не так сбитые руки, как временами болит голова от всех вот этих вот мыслей, ибо сначала мы должны разобраться в поломке в электросхеме, значит, это может быть как компьютерный носитель, грубо говоря, как бумажный носитель, соответственно. А дальше мы это все должны применить на автомобиле. Постоянно любая техника, любого производителя, а на вооружении транспортного цеха находятся и МАЗы, и ЗИЛы, да были ЗИЛы, конечно, сейчас уже, по-моему, нету, и те же самые трактора МТЖ, и погрузчики МКОДОР, та техника, которая сломалась, допустим, или то, что у нас находится на капитальном ремонте и прочее, полностью работу в этой ситуации предоставляет либо начальник ремонтной службы, либо, естественно, мастер. Значит, соответственно, в случае исхода автомобиля с линией по каким-либо причинам в области электрооборудования автомобиля, значит, мы должны оперативно, значит, подключиться, оценить характер повреждения в кратчайшие сроки и грамотно устранить эти неисправности, чтобы далее автомобиль можно было использовать для грузоперевозок и необходимых цель, задач, которые, допустим, есть для нашего предприятия. Ты идешь на работу, ты приносишь пользу стране, предприятию. Если у тебя все получается, у тебя, грубо говоря, машины после твоего ремонта могут прохаживать большое количество времени, они не сходят с линии, а ты примерно уже знаешь, что ты на нем делал, как бы прочее, то, что не возвращается по той же самой причине, но это чувство, скажем так, радости, можно так больше сказать. Профессия автослесарь – это так чисто, можно сказать немножко формально. Почему? Потому что полная профессия, которую я в свое время по ТУ номер 94 оканчивал – это электромонтер по ремонту промышленной автотракторного электрооборудования. Здесь вопрос в том, что временами нашим молодым специалистам на должности уже автослесарей им преподают образно, значит, ту же самую электротехнику. А здесь ведь очень много в нашей работе встречается физики, встречается, если мы работаем с аккумуляторными батареями, конечно же, химия. И от того, как подготовлен специалист, чем он выпущен с учебного заведения непосредственно, чем он пришел даже со школы на место обучения, это из-за того, как он сам интересуется в первую очередь, интересно ли ему эта профессия, или неинтересно, или он решил за счет, простите за выражение, сейчас говорят, за счет Ютуба машины ремонтировать, и сталкиваемся и с таким, то я могу сказать, те люди, которые приходят к нам с блеском в глазах, я назову это так, допустим, кому это действительно интересно, конечно, протянем руку помощи и поможем. Если мы говорим в данный момент о коллективе ремонтной службы, где непосредственно я являюсь, кроме всего, еще прочего бригадиром, значит, у нас, я бы сказал, более дружеские отношения. Почему? Потому что мы здесь временами проводим вместе больше временами, грубо говоря, времени, чем дома. Почему? Потому что работаем рука об руку ребята-слесаря, я, допустим, наши ребята-сварщики, те же самые сантехники. Ну и в плане руководства, вот, к примеру, Андрей Павлович Кучук, это всегда, скажем так, как предводитель, да, вот, допустим, тот, который всегда, к примеру, вникает в работу, проще, если может, конечно, и пожурить, это не без этого, как и любой руководитель, понебратство здесь ни в коем разе нельзя допускать. Ну и вместе с тем человек, который всегда держит руку на пульсе состояния настроения внутри коллектива и практически знает о нас много, много, скажем так. Почему? Потому что люди сами временами делятся. Да, как многие говорят, там где-то кто-то что-то на Западе может больше получает. Но мы говорим о нашей стране, да, возможно, мы не богатые, но, как говорит президент, и не нищие, и каждый живет от своего труда. На самом деле ведь белорусское, белорусское, да, то же самое производство баты, значит, я слесарку, я с ней, грубо говоря, не каждый день работаю, да, допустим, но вот все, что вот здесь установлено, да, значит, все, что там в генераторах, ну, датчики, допустим, да, мы их должны знать детально. Почему? Потому что мы должны знать, почему он работает. А также, зная, почему он работает, допустим, его полностью внутреннее устройство, мы должны знать, почему он также не работает, где нас обманули, почему он не, допустим, один датчик выдает, второй не выдает. Ведь просто прийти начальнику и сказать, ребята, извините, вот эта вот ерунда, которая совершенно не хочет работать, нужно доказать, что это ерунда. Потому что, как любой человек спросит, я, говорит, могу сказать, что это нормально. В итоге берешь, распиливаешь, детально изучаешь, замеряешь, там, право чуть ли не следствия, как, грубо говоря, в наших правоохранительных органах, и понимаешь, за счет чего наши белорусские, допустим, экрановские датчики, они работают гораздо лучше, чем вот этот. Честно говоря, вот стоит вот датчик, у меня тут вот есть в качестве образца, мы ведь даже здесь не написано, кто его произвел. Вместе с тем, с гордостью, на экране пишут, сделано в Беларуси. Спасибо.